Одна тема, которая касается каждого из нас, связанная она с материальным благополучием. И Господь использовал это определение, чтобы научить чему-то своих детей, своих последователей. Мы сегодня зададимся вопросом о том, каким бывает нищий Иисус и какими бывают богатые верующие. А есть такая проблема, потому что Господь однажды сказал простое правило счастливой жизни. Вы знаете, это книга правила счастливой жизни, рассказы или изложения Нагорной проповеди Иисуса Христа. И есть очень важное правило о нищете. В Нагорной проповеди, в частности, вот эта картина Макарова, изображена царская семья, которая слушает Господа Иисуса и тем самым показывает себя нищими духом. И помните это выражение? Блаженны нищие духом, а про них что уготовано и что для них есть? Для них есть Царство Небесное. В начале нашего служения мы слышали слова из Священного Писания и Псалом, говорящий о том, что на Христальном море, на Стеклянном море, в замечательной обстановке, где дерева жизни, мы будем в вечности. Вот таковая вечность ожидает тех, кто блаженны нищие духом, нищие духом. Вот давайте об этом еще раз поговорим, но нужно помнить отправную нашу тему. Наш Господь Иисус Христос, не является ли Он нищим и в каком измерении? А в каком измерении мы богатые? Если Иисус говорит, что нужно быть нищим духом, наверное, это кому-то нужно. Кто-то в этот момент не нуждается в духе. Самое важное понимать еще и слово блаженство. Вы о себе говорили, что вы блаженны? Не совсем это слово нам на Руси понятно. У нас есть представление о блаженных, сформировавшиеся за историю человечества, допустим, о том, что были особые люди, которых называли святыми или блаженными. Ну, в частности, святой Августин. Или еще один блаженный или святой Иероним в келье. Настолько он блаженный, что даже лев в его келье ложится и абсолютно из себя представляет такое ласковое, нежное существо. Почему? Ну, такая степень блаженства, которая располагает даже живых существ к мирному поведению. Слово блаженный по-гречески макариус, поэтому все, кто связан с фамилией, с именем этим, знаете, вы уже чуть-чуть блаженны. А по-латински биатус означает счастливый. Но есть и другая, к сожалению, характеристика, которая нас и пугает. Мы ее знаем. На Руси слово блаженный употреблялось и в другом значении, как синоним слова юродивый. И вот Василий Перов изобразил это в такой картине. Как выглядит блаженный? Вы бы хотели быть таким блаженным? При такой градусе на улице вряд ли бы хотелось таким быть блаженным. Где-нибудь в Эфиопии я бы ходил как блаженный, да? В набедренной повязке, ел бы, срывал с дерева бананы, апельсины, все что угодно и радовался блаженству. Попробуй на Руси быть блаженным таким. Нет, конечно. Но вот представьте, Господь говорит, блаженный, конечно же, в отношении счастья. Не в отношении ее родства. Нет, в отношении счастья, счастливый нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. Но нас смущает слово нищета, друзья. Ибо на эту тему однажды Салтыков Щедрин сказал, позор – дело привычки, его можно перенести. Но нищету – никогда. Интересное выражение. Позор, оказывается, можно перенести. У вас были такие случаи, когда доводилось переживать позор? Ну, вроде чего, живы, здравствуете. Немножко вспоминая что-то прошлое, в краску можете впасть, да? Немножко неловкость почувствовать. Но ничего, дело привычки, можно перенести. Но нищету – никогда. Признаком успеха всегда является материальное благополучие. И, следовательно, признак успеха духовного тоже является благополучие. Какое? Духовное благополучие. Внимание, друзья! Давайте сейчас соединим вот это выражение о нищете духа с другой фразой Господа Иисуса Христа. Помните ее? Трудно какому человеку войти в Царство Небесное? Богатому. Возвращаемся назад. Блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. А кому не Царство Небесное? Как вы думаете? Давайте менять слова. Это же Иисус сказал, что богатому тяжело войти в Царство Небесное. Какой богатый может не войти в Царство Небесное? Нет, который богатый духом. Еще раз. Блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. Они нищие духом, и они войдут в Царство Небесное. Вспоминаем слова Иисуса. Трудно богатому войти в Царство Небесное. И добавляем к этой самой нищете. Трудно богатому духом войти в Царство Небесное. Потому что нищему духом есть Царство Небесное. А богатому духом Царство Божие нет. Почему? Надо понять логику. Вернемся опять в нищету. Нужно понять тогда слово нищета. Как она выражается? Мы-то думаем, что мы должны, наоборот, в духе богатеть, возрастать. Давайте поймем, что это означает. Давайте в нашу бытовую среду погрузимся. Госкомстат провел исследование заработной платы. Крайняя нищета – это зарплата. Сейчас она немножко поднялась, но вот такая, 13% людей имеет до сих пор такую зарплату. Сейчас, правда, проиндексировалось. Нищета и бедность. Крайняя нищета, нищета и бедность. Есть из последних. При расчете усчитывается суммарный доход на каждого члена семьи, включая детей и ждевенцев. Еще важный момент дополнительно. Из других материалов. Крайняя нищета – 4122 рубля в месяц. Это десятилетняя давность. По современному 12 тысяч рублей Росстат примерно сегодня выделяет. То есть очень пестрая статистика. Для чего мы на это смотрим? Что происходит сегодня на планете, друзья? От нищеты умирает 30 тысяч детей. 2,5 миллиарда человек живут менее чем на 2 доллара в день. 2,6 миллиарда человек не имеют возможности пользоваться канализацией. И когда мы смотрим на то, что происходит в мире, мне довелось на днях увидеть репортаж из такой страны, как Бурунди. Это сегодня самая бедная страна на планете. Она уже десятилетия, лет 30-40, может быть, полвека остается такой. И никакие программы, никакая помощь международного сообщества не позволяет вырваться этой стране из бедности. Вот от слова совсем. И проживает большая часть населения на 10-15 долларов в месяц. Люди живут... Допустим, наш сарай во дворе, кто видел нас в сарайке, вот это уже неплохой дом. Это неплохой дом, сарай. Мы там вещи хранить боимся, а не порция. Люди так живут. Понятно, что там климат получше без снега. Но вот так. Питаются люди. Ну, представьте себе, вот вы ходите на улицу, а тут проехала какая-то грузовая машина и собаку сбила. И выходят детишки, вот сейчас бы наши дети вышли, и стоят, ждут, может быть, собаку оттащим и съедим. Вот примерно так дети выживают. Сбила машина собаку на дороге. Это ужин для нескольких домов. Это очень страшное состояние целой страны. Знаете, сколько там живет сейчас? 12 миллионов человек. 12. А плотность населения 400 человек на квадратный километр. Я вот уже сколько, неделю-полторы, как увидел эту картинку, у меня перед глазами дедушка, который в каком-то кителе, в халупе собранной из досок, из глиняных камней. Ну, не камней, глиняные комки и дырочки все запиханы пакетами всякими, вот мусором. Некоторые семьи годами живут в том, что просто ходят по свалкам. Ну, какие-то благосостоятельные районы есть. То есть, это вопиющая картина нищеты. И она в разной степени есть по всей планете. Но нищего можно увидеть и в нашей стране. И самое главное, друзья, здесь не вопрос достатка, не объем, не объем цифр, не объем денег. Некоторые и в нашей стране сегодня кричат о своей нищете. Вопрос в другом. Посмотрите, как это важно для духовного смысла понимания Иисуса Христа. Признак нищего. Нищий – это тот, кто просит, нищий – тот, которому дают. И все? Нет. Нищий – тот, который опять просит, и нищий – тот, которому опять дают. Как вы догадались? А знаете, следующий круг начнем. Нищий – это тот, кто… Давайте вместе. Дальше. Просит, и нищий – это тот, которому опять дают. Чем это отличается от бедности? Это важно определить. Нищий духом на самом деле не материально это оценивается, не в цифрах. Это состояние постоянного прошения и получения. Чтобы мы не думали, что надо обнулиться, у нас ничего нет. У тебя может быть очень много богатства в духе, но если ты нищий духом, ты все равно хочешь. Я хочу больше. Поймите правильно. Специально юродствовать не надо. Я ничего не хочу знать, блаженный нищий духом. Я не хочу ничего копить в духе. Я очень прост. Не-не-не, ты сейчас юродствуешь. Ты должен брать. У тебя должно быть много духа. Должно быть крещение духом. Молитва должна быть в духе истине. Поклонение должно быть в духе истине. Это да и аминь. Это библейские аксиомы. Но если ты нищий, ты всегда скажешь, я хочу больше. Вот этого, друзья, катастрофически не хватает. Катастрофически. Когда нужно брать, и церковь готова дать, приходите, питайтесь, учитесь, наставляйтесь, служите. А зачем? Я же не нищий духом. Я бедный духом. Но не нищий. Нет, скорее, я так скажу, что он бедный духом. Я богатый духом. Поэтому мне сегодня не надо просить, мне не надо получать. Завтра мне тоже не надо получать. Когда мне можно получать? Ну, я посмотрю в графике, когда мне можно получать. Это не нищета. Это избирательность. Это хобби. Это кружок по интересам. Нищета духом. Постоянная зависимость. Постоянная нужда. Ты просишь, получаешь, чтобы опять просить и опять получать. И опять просить и опять получать. Вот это важно. Не цифры, друзья. Можно, конечно, впечатлиться. И апостол Павел сказал, я могу все раздать. Тело на сожжение отдать. Имение все раздать. А чего не имею? Любви. А есть в этом смысл? Нет. Оказывается, не в объемах дела. Мы не к нищете призываем, не к тому, чтобы сегодня начать стянать по тему, на тему, что же происходит в Бурунде. Ну, не решим мы эту проблему, будем честны. Знаете, у меня какие первые мысли были? Я вот сразу так смотрю, вот что я могу сейчас со стола взять и понести в Бурунде. Я уже готов взять авоськи, я вычищу весь свой холодильник. Но знаете, чтобы мне довезти это все в Бурунде, я обнуляюсь и обнищаю в ноль. Потому что, чтобы туда это все доставить, нужно потратить стоимость, наверное, всей квартиры. И это физически невозможно. Но мы это делаем. И церковь Божия сделает. Знаете, как? Всякий раз, когда вы чувствуете нищету духом и идете в церковь, что вы делаете? Берете и чувствуете себя богатым. Как богатый? Земным благословением. Говорите, Господи, ты мне что-то дал, я возьму и пожертвую на служение церкви. Каждый раз, друзья, имейте в виду, каждый раз в церкви вы жертвуете, вы помогаете очень многим людям. То, что совершает церковь по всей планете, оно распространяется, оно действует сообща, оно помогает в разных странах, в разных проектах, начиная просто покормить человека через гуманитарный проект и заканчивая образованием тысяч молодых людей в этих бедных странах. Иногда это даже касается нашей страны, когда в евроазиатском дивизионе происходят адресные проекты, и мы всем миром жертвуем на какие-то проекты, на обучение, на медицинское служение. И если ты нищий духом, каждую неделю это испытываешь, и хочешь Господа отблагодарить, происходит чудо. Ты решаешь проблему буквальной нищеты даже, хоть сколько-нибудь. На самом деле, конечно, будем честны, на земле эти проблемы не решить. Иисус как сказал с бедными и нищими? Сколько их будет? Какое время? Всегда. Всегда. И как только мы, как церковь, вдруг задумаемся, давайте решим проблему в вопросах равенства, все будем одинаково жить, все будем кормиться одинаково, не получится. Иисус говорит, вы даже если попытаетесь, это нужно делать. Да, молодцы. Но бедных будете иметь всегда. А Иисуса будете иметь всегда? Нет. Время когда-то закончится, Иисуса не будет больше. Так было на земле, он был определенное время, и всем казалось, что Царство Божие наступило, все, Иисус уже здесь, такие чудеса, но кто еще может это делать? Ну, сам Господь. А нет, Иисус говорит, это закончится. Сейчас мы живем по милости Божией, Иисус ходатай. Нам хорошо, когда Иисус ходатай? А знаете, я не будет больше Иисус ходатай в какое-то время. И нам может стать плохо. А потом Иисус грядет как царь. Но сначала как судья. Все имеет свое время. И если ты неправильно среагируешь на слова Иисуса, ты пропустишь. А бедность, она будет всегда. Почему человеку необходимо видеть себя нищим, просить о Духе Божьем? Наш мир так устроен, что духом уст его созданы небеса и все воинство их. То есть, глядя на этот мир, понимать этот мир, выживать в этом мире, действовать можно только с осознанием того, что это все создано Духом Божьим. И если я хочу нормально, просто как человек, как живое существо, выжить в этом мире, мне нужно почувствовать, я хочу Духа Божия, чтобы выжить в мире, созданном Духом Божьим. И в этом вопросе, мне кажется, особое действие Бога есть в особых племенах, которые нам далеки. Но мне доводилось изучать немного их, и вам, наверное, тоже в школьной программе, в университетской. Это дикие племена, которые максимально слиты с природой. В колледже мне довелось изучать книгу одной писательницы, которая провела несколько лет, живя с аборигенами Австралии. То есть она с ними приехала, путешествовала, и вот максимально влилась в этот мир, пытаясь понять, как они живут. Да, понятно, у них есть какие-то языческие представления, анимизм, пантеизм, может быть, и многие подобные явления, но одна из идей, которая вот пересекается с текстом Псалма 32-го. Люди смотрят на мир, созданный вокруг них, и считают себя частью этого мира, и не могут вести себя по отношению к этому миру агрессивно, вот эти аборигены. Вот, допустим, нужно ему убить какого-нибудь крокодила. Понятно, что не кошерно, но вот он хочет съесть этого крокодила. Он, убивая его, молится ему и благодарит, типа, спасибо, что ты умираешь, чтобы дать мне жизнь. Почему? И вот этот абориген понимает, что нельзя убить просто так, что мне не нравится вот эта змеюка, вот эта гадина такая, не нравится. Он убивает только, чтобы съесть. Для нас аборигены дикие, они же у какого, не кошерного крокодила едят. Знаете, чем это они отличаются от продвинутых европейцев? Продвинутые европейцы, которые едят все очень красиво, купленные в магазине, приезжают в эту дикую страну, допустим, на Филиппину или в Индонезию, приходят в ресторан, говорят, ну покажите нам экзотику. Им приносят мартышку живую, сажают ее в стол, закрывают ей шею, дают колотушки и говорят, бейте. И все по одному удару бьют, мартышка крутится, орет, визжит. Они ее убивают. Повар приходит, вскрывает ей черепную коробку, достает мозг, раскладывает, кушайте, великие цивилизованные европейцы, чтобы мы понимали, как живет сегодня цивилизованный мир, который не ходит на бедренных повязках, который не молится духом нечистым. Они вроде же христиане, но мартышку съели так раз в жизни можно. Понимаете, в чем переворот сознания? Иногда у язычников или не знающих можно чему-то даже научиться. Господь и говорит через апостола, некоторые, не зная закона, по природе как делают? Законное. Абориген в Австралии делает законное. Только в этом сегменте. Не надо его канонизировать. Я думаю, вы разумные люди, чтобы делать правильный вывод. Мы можем понимать, что живем в этом мире, созданном духом, как по духу, гармонично с миром. Не как варвары, не как эксплуататоры. Если это даже касается природы, то что говорить про человека? Посмотрите, здесь люди, созданные кем? Духом Божьим. Каждый человек – это творение Духа Божьего. Не было бы Духа от Бога, так и были бы глиняным изваянием, лежали бы, как терракотовая армия. Только Дух Божий все оживляет. Значит, мне нужен Дух Божий. Чтобы с вами пообщаться, нужен Дух Божий. Чтобы с детьми пообщаться, мне нужен Дух Божий. А когда дети тебя раздраконят, у тебя какой дух? Дух дракона. Родители, если вас кто-то выбешивает, знаете, какого вы Духа? Чтобы с детьми общаться, нужно что? Дух Божий. И если ты вдруг богатый Духом, и у тебя не нужно ничего, как ты с детьми будешь себя вести? Как нищий Духом? Нет, как богатый Духом. А это беда. А надо хотеть большего освящения. Сколько раз? Да каждый день. Поймите, насколько это практично становится. Быть нищим Духом. Блаженные и счастливы те, кто жаждет присутствия Создателя в своей жизни. Кто от недостатка блаженства страдает, как не тот, кто хлеба не имеет, как нищий теряет хлеб и жизнь, так Дух нищий, когда теряет Бога. Бывают ситуации, когда нищета, яркая, вопиющая, приходит в нашу жизнь в виде картин или даже кого-то касается. Однажды служитель посещал 97-летнюю сестру в доме престарелых. Она приняла крещение, но оптимистка была, говорит, я смерти не боюсь, здесь хорошо, гроб оплачен, есть пенсия, квартира, где живут дети. Они любят пользоваться ее благословениями, только им сама бабушка не нужна. Она сидит и смотрит в окно. Ее дети, ее душа. Они вспомнят ее, но нет, не вспоминают. Примерно так выглядит сегодня поведение многих людей по отношению к Богу. в Новосибирске. так же, как бабушка, которая в доме престарелых. Ее квартира у детей, ее пенсия частично капает детям, а бабушка в доме престарелых. Иногда можно ее посетить. Сегодня посещение храма, дома молитвы, на ритуал. Примерно так. Бог в доме престарелых иногда с визитом к нему потому что нужно. А не потому что есть нищета духом. Нет. Потому что прямо сейчас есть нужда. Нужно благословение, нужна молитва за исцеление, нужно еще что-то, потому что обстоятельства заставили. Ты молишься не потому что нищий духом. Жизнь приперла. Еще раз. Блаженны нищие духом. Они такие наследуют Царство Небесное. Ну так. Люди говорят Господу, благословения Твои нам пригодятся, но Ты сам сиди дома. Тоже может быть и у нас с вами, когда мы приходим в дом молитвы, здесь в субботу нам Бог нужен. В субботу мы можем хотеть быть нищими духом. Но знаете, эта нищета как-то обычно заканчивается к часу дня. У кого-то нищета духом заканчивается к 12 часам, потому что уже нет нищеты духом, когда нужно общаться с братьями и сестрами по вере в изучении Библии в субботней школе. Уже все, напитался. Полтора часа хорошей кормежки. Спасибо. Рассчитывать, чтобы нищета духом была в воскресенье не приходится. В пятницу не приходится. В среду не приходится. Во вторник тоже нет нищеты духом. В четверг не особо. Когда мы нищие духом, по часам, по минутам, кто-то, приходя в дом молитвы, настолько насытился, что он боится даже зайти в этот зал, потому что я найду и переем нечаянно, я лучше в холле поброжу туда-сюда, чтобы, знаете, не переесть. Бывайте, много ешь, прямо аж потом до тошноты. Я на неделе брата кормлю вкусняшкой, на тебе, горяченькой еще. А он сейчас наелся и вернул меня обратно. Переусердствовал. Боюсь, что мы иногда в церкви тоже, судя по поведению некоторых людей, переусердствуем. Люди дозируют. Можно опоздать, чтобы не переесть. Можно быть, но не присутствовать или не слышать. Подумайте, друзья, это я хочу, чтобы практика у нас была в понимании того, как нищий, духом проявить, как она будет в деле. Посмотрите, друзья, как говорил однажды царь Давид. Наверное, о нем нельзя сказать, что этот человек нищий дух, нищий вообще. Разве он был беден? А посмотрите, что он говорит, обращаясь к Господу. Преклони, Господи, ухо твое, услышь меня, ибо я какой? Беден и нищий. Это царь, который заготовил все для строительства храма Соломона? Он беден и нищий? Да, потому что Давиду нужен Бог каждый день. Потому что Давид понимает, что все в мире духовно, все создано в духе. И я нищий на фоне этого мира, я не могу справиться с этим миром. Вот мне каждый день надо что-то делать с народом, с детьми, их много, с врагами у израильского народа, со всем этим надо как-то справляться. И Давид молится, услышь меня, ибо я беден и нищий. Это какая зависимость? Друзья, это нам нужно каждому. Когда реплику кидаешь, ну, ты читал что-то, ой, такая суета, у нас нет времени что-то сделать. Ну, значит, нет осознания нищеты, друзья, потому что нищий, у него ничего нет, он все хочет и просит, он прям умрет, если не получит. А когда мы говорим, у нас нет времени на многие вещи, ну, значит, нет нищеты, максимум бедность. У бедного что-то есть, а у ничего нет ничего. Но ты думаешь, что у тебя что-то есть. Напомним еще раз, просит, дают, опять просит, опять дают. И если мы будем просить, то, согласно слов Иисуса, если вы даже, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный что сделает вам нищим духом, даст Духа Святого просящим у него. Друзья, начнем вот с чего. Сейчас может казаться, что мы как бы все обвинены в том, что мы не осознаем нищеты духа. Но Господь нам говорит, вы просто просите. Вы просто начните просить. Господи, мне не хватает духа. Крести меня духом святым. Господи, обнови меня духом святым. Начать нужно об этом молиться. И так получается, мне нравится вот это особое Божье водительство и в жизни всей церкви, и нашей общины. С сегодняшнего дня есть молитвенная неделя, которая объединит всех верующих в евразиатском дивизионе. И наша общинная молитвенная неделя, которая будет в самую последнюю неделю этого года с 24 по 31 декабря. Мы две недели можем провести в молитве. И первое, о чем мы можем с вами просить, друзья, Боже, дай нам духа святого. Все остальное приложится. Дух святой все сделает сам. И я уверен, мешать мы ему не будем. Мы только скажем, действуй. Дух святой многое сделает в нашей жизни. Знаете, в чем переживание было нашего Господа, когда он находился в Гевсиманском саду? Да, мы читаем о страданиях Христа, что это очень болезненно. Его страдания на кресте, бичевание перед крестом и смерть, это все очень страшно. Но, если будем честны, физически на земле было очень много людей, которые испытали нечто похожее, даже больше. Кого-то пытали неделями, месяцами. Кто-то жил в постоянной агонии, в невероятной физической боли. Знаете, о чем больше переживал и молился Иисус? В чем была трагедия, которая для нас является примером и образцом? он молился очень не хочу остаться без тебя. И от этого он и умер на кресте. Он остался без Бога. Он об этом и сказал. Это был настоящий вопль, не поэтический, а огонь неумирающего человека. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Как вы думаете, почему он смог эти все годы жить и служить, особенно вот в этом мессианском служении, три с половиной года? Потому что каждый день молился. Духом будь со мною, отче. Физически нет. Отец на небесах, а он здесь на земле. Но Дух Божий был на нем, помните, с момента крещения, на горе преображения. Дух Божий был на Христе Иисусе, который совершал служение ради каждого из нас. А потом оставлен. Вот она нищета Духом. Есть еще невероятные слова, которые говорят о нищете Иисуса Христа. Второе Коринфянам, восьмая глава, девятый. Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас дабы вы обогатились его нищетою. И знаете, какой интересный смысл в этой нищете? То, что с ним происходило на земле, это одно из объяснений. Он был зависим от Бога, и в нем не стало духа, и поэтому не стало жизни, он отдал жизнь. Но есть нечто другое. это нечто невероятное. Знаете, кем обнищал Иисус? Кого у Него не было, кого Он просил, кого Он хотел получить? Невога нас с вами. Он был на небесах, а мы на земле. и мы с вами улетели в бездну, в смерть и проклятие. И Иисус на небесах говорит, ой, что же произошло? Я же не могу без них. И там на небе Он почувствовал себя невероятно нищим. Именно поэтому Он потом молился. Отче, тех, которых Ты дал мне, Я их сохранил. Он молился заставляемых учеников. Он молился за нас с вами и говорит, сохрани их, не забирай их из мира, но сохрани их в мире. Иисус обнищал эту нищету, осознал и за нас с вами. Если тебя нет, Иисус чувствует нищету. Как же так? Тебя нет. Он за тебя жизнь отдал, а тебя нет. Ты с дьяволом якшаешься. Ты возлюбил мзду неправедную, как Валаам. Ты взял усыновление от лукавого. Знаете, как горько и больно было Иисусу говорить некоторым своим верующим людям, народу израильскому, а ваш отец дьявол? Как больно отцу говорить своим детям, что он не их отец. Беда. А пришлось. А он обнищал ради вас, чтобы вы обогатились его нищетой. А вы сегодня как можете обнищать? Только нищие духом. Все остальное приложится. Бог не пытается дискредитировать своих детей и умолить их в юродивых. Нет. Он хочет, чтобы они продемонстрировали максимальную зависимость от него. И от него зависеть хорошо, потому что он жизнь, он спасение, он истинно от такого жить, от такого зависеть просто невероятно необходимо. Это самое насущное. Зависеть от самой жизни. Избирай жизнь. Иисус Христос приглашает обогащаться не столько его благословениями, но обогащаться им самим. Его словом, его характер. таковы, друзья, есть Царство Небесное. Это сегодня начнется, и это будет продолжаться навсегда. Выбирайте, какие вы сегодня относительно Духа Божия. Богатому духам трудно войти в Царство Небесное, а вот нищие духам они войдут в Царство Небесное. Поэтому берите, в каждом дне ищите Бога, Его водительство, Его Слово, Его характера, Его присутствие. Молитесь Ему, молитесь о крещении Святым Духом каждый день, и Бог исполнит это. Нечто невероятное для вашей жизни, да благословит нас в этом Господь. Вознесенный Господь, ты так благ к детям своим, ради которых обнищал, ради которых умолился, ради которых отдал жизнь свою. Господь, если мы до конца осознаем Твою жертву ради каждого из нас, спасения в крови Иисуса, мы действительно ухватимся за небеса и будем молить о том, чтобы креститься Духом Божиим, чтобы не потерять столь дорогое спасение. Благослови нас. Осознать, что только Тобою мы движемся и существуем. В мире, который создал Дух Божий, наша вечная участь, и мы хотим уже сегодня представить свои тела, жертву живую, святую, для благоразумного служения, для благовестия, для свидетельства о правде Твоей. Благослови нас, очень. Мы не хотим остаться в стороне. Дай нам проявить это блаженство, эту зависимость, быть действительно счастливыми, получая от Тебя крещение Святым Духом каждый день. Ты наставишь нас, Ты вдохновишь нас, Ты приведешь нас в вечность. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе,